Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Шмот. Мы продолжаем. Итак, в нашей недельной главе рассказывается, как Всевышний обращается к Маше и говорит ему, что настало время вывести еврейский народ из Египта. И что мы видим? Маше начинает отказываться. Он начинает отказываться, приводит много причин, по которым он не хочет, не может освободить еврейский народ. На каждую причину он получает ответ. Но мы сейчас с вами поговорим о нескольких из причин. Первая из причин, он говорит, я косноязычен, я не могу говорить. И он, как говорит слова Торы, как приводит, он говорит, что я человек неречистый, я тяжел на уста, тяжел на язык. То есть вот такие вот слова, которые приводит Тора. И она объясняет, мы помним всю ту историю, которая произошла с Машера Бейну, когда он был у фараона. Еще ребенком в доме фараона, когда он игрался с фараоном, снял у него с головы корону, одел себе на голову. И жрецы усмотрели в этом, что в будущем он заберет корону у самого фараона, разрушит экипет. И они говорят, вот наше тоже предсказание, он же был в воде, вынесен из воды. И уже хотели его убить, но тогда Итро, по-моему, если я не ошибаюсь, сказал, давайте проверим. И он, ребенок, ничего не понимает. И вот вынесли один драгоценный камень, и с другой стороны раскаленный уголек. Вот, и поставили перед Маше. Если ребенок выберет уголек, значит он не понимает, и поэтому не важно, что он сделал. А если он выберет драгоценный камень, значит ребенок понимает в этом, значит его нужно казнить. И тут происходит, что Маше хочет взять именно драгоценный камень, но ангел подталкивает его руку, он берет уголек, уголек уложит в рот, как ребенок, все что тащит в рот. И тут он обжегся, и после этого он стал косноязычен. И это одна из причин, потому что он говорит, как я приду к фараону, ведь я косноязычен. Теперь вторая причина, которую он говорит, что есть уже готовый посланник, это Аарон. Аарон это уже готовый руководитель еврейского народа. Не Маше был в галуте с еврейским народом, Маше воспитывался при доме фараона. Маше не страдал. Единственное страдание, которое у него вышло, он должен был убежать от фараона, потому что он боялся, что его накажут, что его накажут за то, что он убил египтянина. И поэтому все страдания вынес еврейский народ. Кто был с еврейским народом во времена всего страдания? Аарон. Кто руководил еврейским народом? Аарон. Аарон шикарно справлялся с этим, со своей ролью руководителя, тем более Аарон был старший брат, и как мы видим, старший и младший брат, мы уже об этом говорили в предыдущем недельной главе про СФ, что его два сына, которые не было у одного зависти к другому, ну на всякий случай Маше говорит, есть Аарон, как я подойду и скажу, что я должен возглавить, а ты будешь вторым человеком? Он посчитал это неправильным, вот одни из двух претензий, о которых мы бы хотели подробно с вами поговорить. Итак, первая претензия, о которой он говорит, что он косноязычен, да, и на что ему Всевышний отвечает, как вы думаете, что Всевышний должен ему ответить? Всевышний ему должен ответить, какая проблема? Я тот, кто даю речь, и я сделаю тебя, что ты заговоришь, то есть я сделаю так, что ты будешь красиво говорить, но нет, Всевышний ему говорит, нет, нет проблемы, будет Аарон, он будет твоим переводчиком. То есть и нам непонятно, почему нужен Аарон как переводчик, да, если Всевышний может просто исцелить Маше, и Маше будет нормально говорить. И мы видим, что в результате так и произошло. Когда евреи получили Тору, то при даровании Торы Маше исцелился. Да, то есть мы видим, что вся книга Дворим написана Маше. Маше говорил, Маше учил еврейский народ. То есть в момент, когда была дарована Тора, все, Маше нормально разговаривает. Маше разговаривает со Всевышним, Маше разговаривает с еврейским народом. И вообще рассказывает Медра, что в некоторых местах Маше начинал говорить, не заикаясь, напрямую фараону. Так говорил Аарон в основном, но иногда Маше говорил сам. То есть там они делили эти функции. Да, и поэтому непонятно, почему Всевышнему нужно, чтобы именно был Аарон. Мы видим, что есть определенная задача в Аароне, без которой не может Маше ее выполнить. Мы видим, что Маше и Аарон это связь, неразрывная связь двух людей, которая не может быть по-другому. Иначе просто бы Всевышний вылечил бы Маше, и на этом бы закончился все эти противоречия. Он пришел бы и выполнял бы функцию сам. Но мы видим, что это не так. И вторая вещь, о которой мы говорим, что он говорит, что уже есть готовый дипломат, и дипломат этот Аарон. Тут я хотел рассказать знаменитый анекдот, чем отличается дипломат от леди. То есть если дипломат говорит «да», то это возможно. Если дипломат говорит «возможно», то это нет. Если дипломат говорит «нет», он не дипломат. И наоборот, что мы говорим о леди, если леди говорит нет, то это возможно, если леди говорит возможно, то это да, если леди говорит да, то она не леди. Весь наш мир, все наши руководители, в том числе и раввины, и другие люди, которые должны говорить, кого слушают, тот человек, который хорошо разговаривает, тот человек, у которого подвешен язык, тот человек, который умеет поднять за собой народ, тот человек, который умеет вещать, как говорится, человек-лидер. Кто такой лидер? Лидер это, как правило, человек, который умеет говорить. Зачастую современные лидеры только умеют говорить, но ничего не умеют делать. Настоящий лидер должен уметь и говорить, и делать. Но кто может по-настоящему повести за собой людей, это как раз лидер, который умеет говорить, у которого, как пишется, подвешен язык, который знает, где что сказать, который знает, что ответить, который знает, как повести за собой людей. Это настоящее качество лидера, к которому мы привыкли. И тут Всевышний выбирает лидером как раз человека, как Маше. Поэтому Маше не понимает, почему Всевышний выбрал именно его. Почему нужно выбрать его, человека, который, в принципе, не может говорить. И мы объясним, что это более на глубоком уровне, почему Маше отказывался, почему Маше был совсем другим человеком. Есть Арон, который очень дипломатичный. Мы видим рассказы, мы вернемся к этому рассказу, что Арон мог помирить мужа с женой. Как он мерил мужа с женой? Для этого ему приходилось немножко лукавить, как мы говорим. Когда ссорился муж с женой, он приходил сначала к мужу и говорит, ты знаешь, твоя жена о тебе много хорошего говорит, но она не решается первой об этом заговорить. А потом он приходил к жене и говорил то же самое. Он говорит, что твой муж очень много о тебе хорошего говорит, но он не решается первый заговорить, так как мы поссорились. И так они приходили друг к другу, и так он их объединял. То есть он как бы мог так сказать, как дипломат. Так делают дипломаты. Дипломаты говорят, вы видели хотя бы одного дипломата, который бы вышел со встречи, скажем, с Трампом или с главой Белого дома и сказал, что встреча полностью провалилась. Он говорит, встреча была потрясающей, любой. То есть его там послали, он получил по полной, но он выходит. У нас было взаимопонимание, была хорошая встреча, мы хорошо поговорили. То есть дипломат это в принципе человек, который говорит ложь. То есть красивую ложь. То есть, как правило, часть он говорит правду, скорее всего. То есть настоящий дипломат умеет забуалировать, скрыть, сказать так, чтобы никто не обиделся, сказать так, как это положено, сделать большие вещи. Поэтому нужен дипломат как Арон. Куда идут? Идут во дворец к фараону. Фараон все-таки уважаемая личность, он глава Египта. Если мы хотим донести идею какую-то для фараона, то нужен именно Арон. И поэтому Маше не понимает, зачем он вообще здесь нужен. Зачем нужен Арон? Ой, Маше, когда есть Арон. Да, зачем это нужно? Вообще Маше не понимает, зачем Всевышнему нужен он. Он не видит свою функцию как таковую. Да, он видит свою функцию как просто человек, которого за собой притянули. Потому что Всевышний говорит, он говорит ему, он передает Арону, Арон передает дальше. Почему нужен он вот это вот звено, которое передает. Можно обойтись и весь Маше. И поэтому Маше не понимает вообще свою задачу. Маше не понимает своей задачи. Он не понимает, зачем он нужен. Зачем нужен этот посредник между Аароном и Всевышним? Зачем это нужно? И поэтому Маше задает резонный вопрос. Зачем я здесь нужен? И вообще мы должны более серьезно относиться к этому вопросу, потому что мы знаем уже пример из предыдущих недельных глав. Какие примеры? Мы знаем, что когда Всевышний говорит Абраму, возьми единственного сына своего, Абрам не задает вопросов. Он идет и делает это. Когда говорит Иосефу, Иаков, иди смотри за братьями, и Иосеф прекрасно понимает, чем это может для него закончиться, он идет и выполняет. Но тут Маше упорно не хочет выполнять те функции, потому что он не понимает, зачем это нужно, потому что он знает, что кто-то, он для этого предназначен. Он для этого сделан намного лучше и намного цельнее. И поэтому он и обращается. И Всевышний не сердится, как бы, по большому счету. Но там есть пишется, что так бы от Аарона, есть Медраж, который говорит, так бы от Маше произошли первосвященники, но за то, что он отказывался, произошли от Аарона. Но здесь лежит более глубокий смысл, и мы постараемся его вместе с вами понять сейчас. Для начала мы объясним, что настоящий руководитель, который действительно хочет руководить народом, который должен руководить народом, он не хочет быть руководителем. Почему он не хочет быть руководителем? Потому что настоящий руководитель, он возвышенная личность. Человек, который действительно думает о народе, человек, который думает о мире, человек действительно возвышенная личность. Если он возвышенная личность, то ему тяжело спускаться в этот мир. Маше это был человек, которому было прекрасно и хорошо быть рядом со Всевышним. Он человек, которого соответствует качество эмет, истинность, которая переводится с иврита как истина. То есть это был человек истины, ему нужно идти к фараону, ему нужно говорить, он не может говорить дипломатично, он будет говорить только истинно. И поэтому даже если Всевышний бы дал Маше выздороветь, он бы не смог дипломатически говорить, потому что все нутро Маше, оно другое, оно истинность, потому что он находится в мире, в Верховном, он между Всевышним, он рядом со Всевышним, и поэтому ему соответствует качество эмет. Мы поговорим об этом чуть дальше с вами. Тот человек, который бежит для того, чтобы стать руководителем, доказывает, что он должен стать руководителем, как правило, его интересуют более корыстные цели. Настоящий руководитель, это действительно народ хочет, чтобы он был руководителем. Настоящий руководитель поднимается тогда, когда он видит, что без него не обойтись. Тогда, когда он видит, что он должен, это у него нет другого выбора. Так мы видим о Рамбаме. Рамбам был врачом, но когда он увидел, что некому заниматься еврейскому, сегодня, кстати, Йорцайт Рамбама был, то есть годовщина ухода. И Рамбам, он видел, что кроме него некому заниматься еврейским народом, некому воспитывать еврейский народ, и поэтому он принимает роль руководителя. Настоящий руководитель бежит от руководства, руководство бежит за ним. Потому что все понимают, что только он может по-настоящему руководить, только такой человек. Тот человек, который кричит «я хочу, я нужен, я незаменим», тот человек, как правило, на самом деле зачастую преследует другие цели. Он не понимает, что такое настоящее руководство. Настоящее руководство требует огромных жертв, настоящее руководство требует, чтобы человек занимался своей работой, отдавал себя полностью. Мы видим, что в Маше, даже в физическом плане, он, когда спускал Тору, он не жил со своей женой. Мы помним этот разговор, который обратилась в Мирьям, что это очень тяжелый труд, это очень тяжелая задача. Мы даже не видим, где он уделил время своим детям. Мы видим, что все время он занимался еврейским народом, воспитанием всего еврейского народа, потому что весь еврейский народ были как его дети. Он понимал сложность и важность ответственности. И поэтому настоящий руководитель, который действительно понимает, что это за ответственность и чем она ему грозит, и требует от него полностью самоотдачу, он не побежит за руководством. Но Алтарей бы объясняет более глубокую вещь, что Маше, он не хочет быть руководителем, потому что он находится рядом со Всевышним. Он очень возвышенная личность. И для того, чтобы заниматься мирскими делами, для того, чтобы заниматься нашим материальным миром, ему нужно спуститься со своей ступени вниз, заниматься вещами, которые противоречат всей сущности Маше. И поэтому Маше пытается соскочить, как говорят в народе. Но Всевышний не дает ему. Мы видим, что на протяжении всей истории выхода из Египта Маше каждый раз пытается, чтобы не выполнять свою функцию. Не то, что не выполнять свою функцию, как бы он сделал, и пытается, чтобы кто-то другой. Он сделал, пытается что-то другое. Кстати, есть более глубокое объяснение, которое мы не можем не сказать. Действительно, оно не так относится к нашему уроку. Но Маше еще отказывался, потому что он понимал, что он не завершит до конца работу. То есть он, как настоящий руководитель, видел, что он боялся, что он не справится. Потому что он видел, что вход в землю Израиля будет непостоянный. И он видел, что еврейский народ еще раз будет изгнанный. И нужно будет, чтобы пришел Маше. И поэтому Маше сразу просит, что Всевышний послал Маше. Именно поэтому Всевышний не сердится на Маше за то, что он отказывается. Потому что он понимает, что Маше руководствуется, опять же, огромной любовью к евреям. Что Маше руководствуется именно вот этим фактом. Потому что ему очень важно, чтобы пришел в Маше, и он готов отказаться, он готов пожертвовать ради себя. И мы видим в дальнейшем, как вел себя Маше, когда Всевышний захотел уничтожить еврейский народ. Он сказал, тогда сотри меня со своей книги. Тот Маше, который всю жизнь посвятил свою Торе и посвятил свою связь со Всевышним ради еврейского народа, готов, чтобы его имя было полностью стерто с Торы. И это говорит о том, на что должен идти настоящий руководитель. Здесь мы видим, что из себя представляет настоящий руководитель, Наси Адор, глава поколения. И так как Маше должен возглавить эту функцию, он понимает всю ответственность, которая на него снизошла. И более глубокое каббалистическое объяснение. Маше, он представляет из себя два качества. Это эмэс, истинность, как мы сказали, и цедэк, это справедливость. Вот это милость и истина, вот эти два качества, милость, то есть не милость и истина, а истинность и справедливость, это качество, которое присуще Маше. С такими качествами он знает, что ему будет очень сложно выполнить свою функцию, потому что истинность и справедливость может разрушить весь мир. А Аарон же два другие качества, которые называются хэсет, то есть это милость и шалом, то есть это истина, то есть это не истина, это мир, то есть шалом это мир. То есть итак, я еще раз возвращаюсь, извините, получается, что Маше, он соответствует качеству эмэс, то есть истина, и качеству цедэк, то есть справедливости. Эти два качества очень строгие, эти два качества очень ограниченные. Если в мире жить по этим качествам, мир может разрушиться, поэтому нужно еще разбавить эти два качества, которые совпадут вместе с качествами Аарона. Потому что мы сказали, что Аарон это хэсет, это милость и это мир, да, это шалом. То есть эти два качества могут разбавить это. И не всегда эмэд, истина, нужна, да, то есть истинная, иногда истина, она не к слову, да, не к столу, как сказано. Что человек, который скажет иногда истинность, он может разрушить этот мир, просто этим разрушить этот мир. Скажем, примером, человек пришел, ему там приготовили, пригласили на шаббат, и женщина, которая готовила, она говорит, ну как было вкусно, он с трудом съел то, что она приготовила. Что она скажет, ты не умеешь готовить, ну это истина. Он скажет, ты вообще там плохая хозяйка, это истина, но он же не может так сказать, иначе что это будет, как это будет выглядеть. И поэтому должно быть разбавлено, должно было разбавлено это милостью, должно было разбавлено это миром, чтобы был мир в семье, чтобы был мир между друзьями. Поэтому он не может так ответить, он должен ответить как-то грамотно, который совпадет эти два вещи. И тут хотелось помнить очень известную историю, известную историю, которая была с одним из рабеев, я не помню, как это было, был один доносчик, да. Этот доносчик доносил так в царское время, что некоторых евреев просто могли за это убить, да, садили в тюрьмы. И еврейская община обратилась к Ребе, чтобы он что-то сделал, чтобы этот доносчик, ну больше, как бы скажем, не существовал, что-то сделал с этим доносчиком. И Ребе вызвал этого доносчика и говорит, слушай, что ты творишь? Он говорит, ну я то, что я говорю, это истина, я говорю правду, и поэтому я говорю правду, я говорю правду. Он говорит, раз ты уже говоришь правду, значит ты находишься уже в мире правды, ты должен находиться в мире правды, отправляйся в мир правды, в мир Эмес. Знаете, что такое мир Эмес, это будущий мир, где там будет действительно только правда, да, там нечего скрывать. И поэтому, как бы мы видим, что мир правды может разрушить, да, поэтому нужен Аарон, которого любили вся еврейская община, который разбавит Маше и сделает идеальное получение Тора. Именно два таких качества нужно. И мы видим, как с Маше, как вы сказали, как он мог объединить мужа и жену, как пишется в Таилим, да, это пишется, что это говорится о Аароне и Маше. В Таилим записано так. Милость и истина встретились, справедливость и мир соприкоснулись. То есть это качество, которое один раз в жизни объединились. Не один раз в жизни, но Таилим приводит, что это два противоположности, которые объединились. То есть, что это два качества, которые объединяли друг друга, причем это в нормальной жизни невозможно. Не существуют эти два качества вместе, потому что они противоположны. А это было при наличии Аарона и Маше. То есть это два особых качества, которые объединяло их. Эти качества, которые с одной стороны, нужен был Эмет, это должен был Маше, и с другой стороны, нужен был Аарон, это должно быть милость. То есть эти два качества, которые соединяют две структуры, которые сверху и снизу. Мы видим, что Маше был очень великий, он сверху спускал, и поэтому, когда он шел на встречу с фараоном, нужен был такой человек, как Маше, чтобы фараон понимал, что это не дипломатия, это не прихоть Маше или прихоть Аарона, это напрямую приказ Всевышнего. А напрямую приказ Всевышнего фараон должен был войти в такое состояние, как объясняет Маамарим, битуль, то есть самоустранение, то есть он должен был понять, что это сверху, что все идет сверху. С другой стороны, ради уважения он должен был и ради свободы выбора, чтобы у него оставалось, должно было быть движение снизу, чтобы Аарон объяснил, что хочет Всевышний. С одной стороны, Маше вообще говорил на иврите иногда с ним, вообще ни во что его вставил, потому что для Маше он это человек, которого нужно по справедливости разрушить, посмотреть, что он сделал с еврейским народом. Холокост, то есть его нужно уничтожать, поэтому он как огонь сверху, а Аарон как снизу, это все объединяли, и мы видим, как это происходит. Кстати, очень интересная история, слышал это раб Цискова на уроке, он рассказывал там о том, что Маше, когда мы говорили, это надо обязательно сказать, он обращается ко Всевышнему и говорит, то есть в конце, когда у него не получается, он говорит Всевышнему то, что мы сказали на предыдущем уроке, что зачем ты, то есть так разгнился на еврейский народ, что я не выполнил свою функцию, только стало хуже евреям от того, что я пришел. И он говорит Всевышнему, отвечает, я тебе покажу, то есть настоящее то, что прародителям я не раскрывал своего имени, а тебе раскрою. И тут Всевышний раскрывает, Маше хочет раскрыть все, и когда он хочет ему раскрыть все, пишется, Маше убрал, он скрыл глаза, он скрыл свои глаза. То есть что значит скрыл свои глаза? Он не хотел увидеть, почему в мире все происходит. То есть наверное бы он видел все причины, по которой еврей находится в Египте, он бы видел все, что происходит. То есть другими словами, Маше дано было бы увидеть истинность этого мира. Что значит истинность настоящего этого мира? Что все, что Всевышний делается, оно к добру, это и есть добро. И Маше мог это увидеть, но почему же Маше скрыл глаза и объясняет Равславцитский, он объясняет очень красиво, он объясняет, что Маше, и мы видим сейчас в этой главе, то что я тоже объяснял, что он качество эмет, а если он качество эмет, и он узнает, что это все хорошо, то тогда у Маше не будет возможности быть милосердным. Он боится, что зная, что Всевышний все, что не делает, делает к добру, то есть тогда почему он должен помогать? Если человек обеднел, стал бедным, потому что он этого заслужил, и это для него, почему я должен давать ему дзадаку? Если мы знаем, что все, что в мире делается, делается по задумке Всевышнего, и мы видим это, так мы боимся испортить план Всевышнего, да, то есть мы понимаем это, и поэтому Маше не хотел это увидеть, потому что иначе бы он не смог проявлять милосердие и все остальное. Я Травина Шимана слышал, с Павлодара слышал, Травина, он привел, это Травина Гопина на Фарбрэнгене, он привел такое, чем отличается хасид от мазохиста? Да, то есть чем отличается хасид от мазохиста? Когда плохо хасиду, настоящему хасиду, он все равно радуется, он понимает, что это от Всевышнего. Когда плохо мазохисту, он еще как радуется, да, то есть, да, помните, как в этом анекдоте, что группа ОМОНа разогнала демонстрацию садмазохистов, и пишется, что удовольствие получили обе стороны, да, то есть получается, что хасид получает удовольствие, потому что он знает, что все идет по задумке Всевышнего, он должен радоваться настоящих хасид, а мазохист получает, потому что он действительно радуется. Разница, говорит Равгобин, только одно. Хасид после того, что получает, что все идет по задумке Всевышнего, он сейчас радуется, но он не хочет, чтобы дальше радоваться от того, что ему плохо. Мазохист наоборот, он хочет, чтобы ему было плохо и продолжая радоваться тому, что ему плохо. И поэтому мы видим здесь колоссальную разницу Маше и колоссальную разницу Арона, что вот это вот слияние троих Всевышнего, Маше и Арона, создало, сотворило еврейский народ. Оно сделало то, что Всевышний хотел. Поэтому это была настоящая задумка. Я всем желаю хорошей недели и до новых встреч. Обязательно надо, как говорит Равгобин, чтобы все уроки приводили к какому-то действию. Поэтому попробуйте взять на себя какую-то хорошую заповедь. Всего хорошего.